Турция стремится довести объем экспорта до 400 миллиардов долларов к 2028 году. Об этом заявил президент Турции, выступая на заседании Союза экспортеров страны. О том, каким образом Анкара, намеренно этого добиться, расскажет мой коллега Турал Сади. Турал, приветствую. Добрый день, Эльнара. Да, совершенно верно вы отметили. Вчера об этом говорил президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган. И у нового правительства Реджеп Тайп Эрдогана есть такие планы касательно увеличения товарооборота с определенными регионами и странами, в частности с Азербайджаном, с Россией, с другими странами, со странами Европы. Известно, что страны Европы и США на сегодняшний день входят в тройку стран, куда экспортирует Турция свою продукцию. И вот последний год Россия также уже входит в тройку лидеров по данному вопросу. И вот Турция намерена за счет увеличения своего экспорта добиться, скажем, в первую очередь, безусловно, и снижения инфляции, а также укрепления позиций лиры по отношению к доллару. Ну и безусловно, для того, чтобы привлечь сюда определенные инвестиции из западных стран. Вот как раз-таки назначение нового министра после переизбрания Реджеп Тайп Эрдогана 28 мая очередным президентом Турции на пять лет. Было объявлено, что Мехмед Чемшек станет новым министром финансов Турции. И данную новость как местные эксперты, экономисты очень тепло восприняли, так и западные. Помимо того, назначение ГАЕ на пост главы Центробанка тоже, по мнению экспертов, сыграет свою положительную роль, учитывая, что у нее очень большой опыт работы в банковской сфере. И в этом смысле вот эти два человека могут сыграть очень положительную свою роль для того, чтобы вывести Турцию на сегодняшний день из вот этой некой экономического кризиса в плане инфляции, снижения инфляции. Вот Эрдоган вчера как раз-таки тоже говорил о том, что Турция намерена добиться снижения инфляции и дойти до однозначных цифр в этом вопросе. Он в ходе своей предвыборной кампании тоже об этом говорил. И вот после назначения Мехмета Шимчака и нового главы Центробанка многие уже задумались, заговорили о том, что скорее всего по данному вопросу у него уже есть конкретный план действий, на основе которого вот эти два назначения, два человека будут работать и развивать экономику Турции. И безусловно, здесь речь идет не просто об экспорте. Туризм здесь с каждым годом развивается. В прошлом году вот был большой поток туристов из России, он не прекратился. На сегодняшний день тоже увеличивается, учитывая, что они не могут в большинстве своем посещать западные страны, страны Европы. И все больше российских граждан предпочитает отдыхать в Турции. Их и так традиционно было очень много. Но вот после начала войны России в Украине их поток сюда увеличился. И безусловно, это тоже играет свою роль как положительную, так и немного негативную в плане увеличения цен на жилье. Многие говорили, что это из-за большого турпотока из России. Но тем не менее, правительство в этом направлении тоже пытается балансировать и находить некие механизмы управления и нормализации ситуации на рынке недвижимости. И в целом вот все завязано на том, чтобы привлечь как можно больше денег в турецкую казну. Мы вот раньше с вами говорили о том, как Курция привлекает финансы посредством центробанков других стран, заключая некие определенные договора. Это были и Азербайджан, и Катар, и Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия также были такие соглашения. То есть попытки не дать инфляции пойти дальше, и турецкой лире не продешеветь очень много, они вот были и на сегодняшний день продолжаются. И с другой стороны, безусловно, мы знаем, что Турция на сегодняшний день является страной, которая экспортирует не просто какие-то текстиль, скажем так, медикаменты или другой продукции, но еще и плюс ко всему военную продукцию, продукцию обороны промышленности страны. Всемирно известный «Байрактар» на сегодняшний день уже завершилась разработка беспилотного летательного аппарата «Казель-Эльма». Турецкий национальный истребитель «Каан» скоро тоже начнут его производить. Вот все это, вся эта продукция, которая уже поступила, поступает и дальше будет поступать на вооружение в первую очередь вооруженных сил Турции и, безусловно, будет отправляться на экспорт и, конечно же, в первую очередь для дружественных для Анкары стран. И, тем не менее, вот это тоже является очень важной графой экспорта для турецкой экономики. То есть, со всех сторон Турция уже на сегодняшний день очень сильно переориентирована на увеличение своего экспортного потенциала и, безусловно, это говорит о том, что в стране внутри увеличивается уже производство. И с этой точки зрения западные компании могут быть заинтересованы в открытии, в строительстве здесь неких заводов, определенных фабрик и предприятий, как это было раньше, после того, как они закрылись после 2014-2015 года. Но теперь вот есть такое ощущение, что западные компании в большинстве своем могут вновь вернуться в Турцию и, безусловно, это также будет огромным плюсом для турецкой экономики, который на сегодняшний день действительно нуждается вот в западных и в целом вообще в инвестициях. Эльнара. Ну что ж, спасибо большое, Турал. С нами на связи был мой коллега Турал Асадди. Он рассказал нам о намерениях Турции увеличить свой экспорт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...